За 13 лет врачебной практики хирург Севолод Десяткин спас жизни сотням пациентов. В 4-й краевой больнице оказался по приглашению руководства, а начинал практиковать в далеком Кемерово. В своем ежедневнике записывает не планы, а фамилии пациента, в котором он проведет операцию. И в списке на день сразу несколько фамилий. Говорит, что хирургом быть не планировал, душа лежала больше к специальности спортивный доктор, пока на операционный стол к молодому врачу не попал судьбоносный пациент. Первый тяжелый пациент, который поступил к нам, был практически при смерти. Удалось выполнить ему операцию, вылечить его, применить его все знания, которые были получены в институте, в отделении, где я работал. И благодаря этому на третий день он встал, всем сказал большое спасибо и здорово ушел, после чего я понял, что это очень хорошая профессия – помогать людям. С тех пор врач высшей категории, кандидат медицинских наук, не устает продолжать оперировать и развиваться. После тяжелых дежурств обычно идет на море. Восстановив силы, возвращается к пациентам. В его присутствии больным становится как-то спокойнее. Было очень страшно, я не знала, что со мной. Ну и буквально вот, я не знаю через какое время, но очень быстро сделали операцию. И вот второй день сегодня после операции, завтра уже, наверное, бегать буду. Очень здорово, очень благодарна врачам. Впрочем, такие благодарности идут в адрес всего врачебного состава хирургии. На полочках в ординаторской поделке своими руками от благодарных пациентов. Дети их берегут и помнят каждого автора. Если врачи могут позволить себе забыть фамилии больных, то те, кого они спасли, никогда. Моего ребенка вытащили с того света. И благодарность материнская, она беспредельная. Я думаю, что каждая мама поймет, когда погибает ребенок. И когда ребенка твоего вытаскивают с того света. Сейчас моя дочь пошла на поправку. Опять же, благодаря только докторам, четвертой, краевой. Вы знаете, я называю этих людей просто ангелами. Самым центральным отделением в больнице врачи называют реанимацию. Именно здесь пациенты, как правило, находятся между небом и землей. Врачи борются за каждого до последнего. Есть и самая ценная палата – детский бокс. Сегодня он пустой. Врачи надеются, что он как можно дольше никому не понадобится. Заведующий отделением Дмитрий Гуглин почти 20 лет как спасает людей от смерти. И признается, что полностью влюблен в свою профессию. А иначе здесь просто не получится. Не любя эту работу, работать в отделении анестезиологии, реанимации, реанимации очень сложно. Это действительно отделение, наверное, одной из самых основных в больнице, самых ответственных. Здесь находятся все самые тяжелые пациенты в каждом стационаре, в отделении анестезиологии, реанимации. Четвертая краевая больница сегодня является одной из лучших на Кубани. Она оборудована по последнему слову техники. Здесь работают высококвалифицированные специалисты с золотыми руками. Так говорят сами пациенты. И это не только врачи. Спасение людей – дело командной работы. Медсестры и санитары играют не последнюю роль. Это одна из самых древних профессий и, наверное, самое важное. Я вообще с уважением отношусь ко всем профессиям, которые сегодня есть. Но мало кто именно работает так, как медицинские работники. Они работают круглосуточно. Они готовы оказать медицинскую помощь в любое время суток. Делают операцию, принимают роды, выезжают на вызов по скорой помощи. Поэтому, действительно, наверное, это одна из самых важных и тяжелых профессий. В свой профессиональный праздник медики наверняка получат шквал звонков с поздравлениями, подарками и словами благодарности. Как будут отмечать, пока не загадывают. Не исключено, что вместо праздники они выйдут на боевой пост, где снова могут кому-то помочь. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ.